Что ждать нам от медицинской реформы? Об этом узнаем здесь и сейчас. Мой собеседник, доктор медицинских наук Елена Левченко. Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий. Что значит деньги ходят за пациентом? Это означает, что не будут как ранее финансироваться учреждения по количеству коек или по количеству пациентов, которые есть в этом районе. Есть больница, в которой на 20 коек раньше давали в советские времена деньги, а послужить вот эти 20 коек. А сейчас нет. Сейчас к тебе пришло 5 пациентов, ты получишь деньги за 5 пациентов. К тебе направлено 20 пациентов, ты получишь деньги за 20 пациентов. Семейный доктор подписал декларацию с 2,5 тысячами человек. Он получит деньги на 2,5 тысячи пациента. Подписал с 800 пациентами, получит деньги за 800 пациентов. С 20 получит деньги за 20 пациентов. И задумается, выгодна ли ему такая работа, такой бизнес, когда он получает очень маленькую зарплату. То есть тут стоит задача. Каждый должен соответствовать тому уровню, тем требованиям, которые предъявляет современная медицина. Если ты недостаточно хороший врач, если ты недостаточно хорошая клиника или оказываешь услуги, которые не нужны в этом регионе, населению, то ты будешь невостребованный. Ты не сможешь продержаться вот в эти времена таких перемен и перестроек. Но и в другие времена тоже. Поэтому деньги будут. Вот у семейного доктора есть несколько пациентов, и одного из них, он получил на них 370 гривен от государства. Но он не справляется сам, и ему нужно этого пациента направить на другой уровень, посоветоваться с врачом-специалистом. Ведь не всю патологию можно лечить на первом уровне. 80%, но не 100%. 20% будут нуждаться в том, чтобы поехать в ЦРБ, и в том, чтобы поехать в то учреждение, в котором вы сейчас находитесь. Это областная клиническая больница. Это учреждение третьего уровня, оказывающее высоко специализированную помощь. Здесь находится большой кардиохирургический центр, сосудистый центр, неврологический, нейрохирургический центр, ортопедический и так далее. И консультативная поликлиника, где мы с вами находимся, где могут поставить очень сложный диагноз. Тот, который не поставят ни на первом, ни на втором уровне. Есть заболевания, которые сложно лечить, сложно поставить диагноз. Эти пациенты тоже должны идти по лестнице вверх, по медицинской лестнице. А деньги должны что? Идти за ними. Ты отправил пациента, ты отправил часть денег. Второй уровень – получил эти деньги, отправил дальше, отправил часть денег. Вот часть денег туда, на третий уровень. Не справился наш уровень, нам нужен научно-исследовательский институт, значит, мы отправляем пациента, и за ним будут идти деньги. Какой будет зарплата врача? Это зависит от того, насколько он хороший, профессионален. Если он наберет много пациентов, то он по государственной программе уже получит 370 гривен на каждого. И, естественно, вот его зарплата, вот его гонорар. Если у него будет мало пациентов, то и гонорар будет меньше. В том числе и частный доктор. Он тоже может претендовать на заключение договора с государством, на определенное количество населения, с которым он заключил декларацию, и тоже может иметь часть денег государственных. Доктора, которые будут вести просто частную практику, не заключая декларации, будут рассчитывать на свои прайсы, и будут рассчитывать на официальную оплату по кассе, по кассовым счетам. Для этого тоже есть свои определенные моменты, как это нужно делать, и как это должно контролироваться, и как наладить такие взаимоотношения с пациентом правильно. Финансовые взаимоотношения я имею в виду. Что касается медицины государственной, то здесь все будет зависеть от того, сколько ты пациентов набрал. Кто и как будет контролировать качество? Система строится таким образом. Это самооценка своего врача, самого врача. А далее зав. отделением, а далее главный врач. Если есть райадминистрация, то глава районного отдела здравоохранения. И далее уже областная или городская, городские департаменты здравоохранения, где тоже есть такие комиссии. Они называются КЭК, контроль качества лечения врачей. По каким критериям оценивается работа? Я сказала, что система вот такая, она у нас может быть пятиуровневой, ну, минимально четырехуровневой. А критерии выбираются этой комиссией. Ну, вот, допустим, для врача-семейника какие критерии? Сколько пациентов он вылечил, да, от тех заболеваний, которые можно вылечить на его уровне? Насколько меньше эти пациенты пользовались неотложной экстренной помощью? Значит, он хорошо проводил профилактическую работу. Смертность тоже детей, заболеваемость инфекционными заболеваниями. Это тоже может быть все критериями оценки качества врача. Вот эта комиссия, она создается при лечебном учреждении, в системе, и она определяет начальные критерии качества. Их не должно быть много, их должно быть 3-5 максимум. Те самые главные, на которые нужно сейчас, в этот момент, опереться. Потом они могут поменяться. Это выполнено, это налажена работа. Здесь уже все в порядке, нормально ведется медицинская документация, нормально назначается маршрут пациента. Ведь маршрут пациента тоже правильный выбор может быть критерием качества. Человека нужно было направить на второй уровень, а его не направили. Или, наоборот, его можно было лечить здесь, а его почему-то послали дальше. Почему? Квалификация врача низкая, он не смог здесь вылечить. Неправильно поставил диагноз, то есть правильно поставленный диагноз тоже может быть критерием оценки качества его работы. Вот из двух этих составляющих и будет складываться цельная система оценки. Она уже есть, она уже работает. Три правила. Первое. Зарплата врача будет зависеть от числа пациентов. Второе. Качество лечения проконтролирует специальная комиссия. Третье. Вы можете заключить декларацию как с государственным, так и с частным врачом, который вправе это делать. Мы продолжим разговор о здоровье в других передачах. Берегите себя. Продолжение следует. Продолжение следует.